Раскрываем секреты самой богатой женщины России, считаем деньги пропагандистов и убытки фермеров, а также разбираемся, кому выгодно кормить россиян жуками и личинками вместо мяса. Это программа «Ваши деньги». Я Сергей Мальнев. Начинаем. Все-таки делает эта власть что-то и для людей. Благодаря министру Мантурову и за деньги из Государственного фонда инноваций, проблему дорожающего в России натурального мяса будут решать с помощью насекомых. Цверчки, жучки, паучки и личинки. Кому и когда ими заменят привычные свинину с говядиной? И как на этом пищевом переходе украдут миллиарды ваших рублей? Разбираемся. Цены на хорошее мясо в России все больше кусаются. Да и люди только беднеют. Но власти о народе все же подумали. Вот их придворные глашатай уже рекламируют гениальную идею, как же магнатам и едой всех завалить, да еще и самим при этом не разориться. Легкое, но сытное питание. Из него делают протеиновые батончики, фитнес-печенье, а можно есть и в сухом виде. Вполне съедобно. Не удивляйтесь, что она жуков ест. Прочим, россиянам, вполне возможно, уже тоже приходилось их пробовать, даже если сами и не в курсе. Вот здесь вот у нас, собственно, конвейер. На начале у нас, например, самые молодые сверчки, в конце у нас уже взрослые насекомые, которые отложили ко мне следующее поколение. Это ведущая в России ферба по выращиванию пищевых сверчков. Насекомых перетирают вот в такую муку. Это называют протеином 21 века. Его там аж минимум 75%. Так что в продуктах, где не хватает белка обычного, могут и подмешать. Оказывается, в России это уже разрешено. Сибиряки развернут уже полученные патенты. Например, на колбасу с добавлением личинок, львинки. Такой патент у студентов НГАУ уже есть. На вкус никак не влияет. Докторская как докторская, а экономически выгодно. В плане технологий аналогов нет. И это не просто маленькая ферма каких-то фриков, а уважаемая властями и обласканная контора инноваторов. Получили грант Новосибирского института инноваций. После получения гранта команда расширяет свое производство. Технология направлена на создание многоярусной конвейерной системы, которая обеспечит нужные условия для развития насекомых внутри каждого инсектария. Перевести россиян на питание жуками – инициатива лично топовых кремлевских. Ранее вице-премьер Мантуров вот так вот расхваливал поедание насекомых. В мире идем в ногу со временем. Используется белок, но из личинки черная львинка. Наверное, нужно чуть-чуть с ментальностью поработать. Вот всем нам здесь присутствующим и черная львинка может зайти. Но нужно постараться. Хотя, наверное, ко всему человек адаптируется. Производители такого корма для бедных на выставки серьезные таскают и перед людьми ими хвастаются. Например, эти новосибирские разводилы сверчков на днях даже и премию получили. Мне кажется, за такие проекты как раз не стыдно. Мы видим с каждым годом этапы, компания постоянно развивается и получает все новые и новые результаты. И есть чем гордиться. Гордятся настолько, что даже и резидентами инновационного центра «Сколково» сделали. Какая все же горькая ирония. 15 лет назад «Сколково» обещали прорыв в нанотехнологиях и робототехнике. А теперь вот в каких-то гадюшниках разводят жуков, чтобы было чем прокормиться. Путинизм. Итоги. В рамках разработки дорожной карты «Фуднет» существует раздел, посвященный развитию альтернативных источников сырья для пищи. Это новые направления развития технологий продуктов. А как на них отреагирует рынок, покажет время. Да и вообще, на личинах до сырьячков у властей нынче особая надежда. Логично, ведь в Кремле давно сокрушаются. Мол, есть люди стали многовато, а хорошее мясо произвести накладно. То ли дело насекомые. Выращивать их в разы дешевле, так что их и кушайте. Для выращивания, например, одного килограмма биомассы сырьячка требует всего 2 килограмма корма. Для говядины, например, это в несколько десятков раз больше требуется. При этом, что содержание белка в насекомых достигает 75%. То есть то же самое говядине всего 25 в сухой массе. Нам экономия, а вам особо качественный протеин. Ну или, по крайней мере, так они уверяют. Хотя похвастаться исследованиями безопасности, помощных эффектов влияния на здоровье через пару лет сырьячковой диеты не могут. Зато власти хвастаются исследованиями другими, общественного мнения. И подозрительно изо всех сил уверяют, что скармливать народу личинки вместо мяса – это нормальные будни сверхдержавы. Выдали результаты странных опросов. Мол, треть россиян оказывается отнюдь не прочь питаться сверчками, а сильно упираются только 10%. Неужели морально готовят к будущему, где жучиный протеин может быть в уйме продуктов? Хотя альтернативные опросы твердят как раз-таки обратные. Две трети есть такой дешевый суррогат и кормить своих детей отказываются и наотрез. Даже уверения о якобы заботе об экологии не помогают. Видимо, люди догадываются – спасти денежные мешки хотят отнюдь не природу, а собственные кошельки. И перевести простолюдинов на дешевый корм из жуков ради прибылей. Вместо того, чтобы не воровать, не разрушать, а дать людям возможность заработать, дабы полноценно питаться. А далее в нашем эфире продолжение темы женщин-миллиардеров. Напомню, в прошлом выпуске мы показали их обновленный рейтинг. И удивились его фаворитки, некой Татьяне Литвиненко. Этот или это олигарх в юбке оказалось просто прикрытием для мужа, а тот, в свою очередь, ширмой для Путина. Благодаря которому они с женой исколотили заоблачное состояние. В общем, раскрываем секреты успеха очередного кошелька режима. Знакомьтесь, это Ольга Литвиненко, дочь одного из самых влиятельных петербуржцев и друга Путина, наследница горной империи. С 2010-го два срока сидела в заксобрании города. Типичная золотая молодежь. На вершину взобралась благодаря кумовству. И этого не скрывает. Да, безусловно, я была дочкой друга Путина, безусловно, я, передо мной были открыты очень много дверей. И, конечно же, он мне помогал, то есть, дружба с Мироновым, да, там, понятно, обеспечила мне место в партии. И я этого, собственно говоря, тоже не скрываю. Ну, глупо было бы это скрывать, потому что все и так все прекрасно понимают. Интриги, подлость, коррупция. Ольга увидела весь мир путинской власти изнутри. Теперь у нее новая цель в жизни. И она вас шокирует. Влиять на то, чтобы политический строй в России все-таки изменился. Я лично пришла к этому решению. Невероятно. Но теперь Ольга Литвиненко – ярая оппозиционерка. Я вступила в открытую Россию для того, что назло всем тем людям, которые окружают сейчас Путина. Назло всем тем людям, которые творят такое беззаконие. Назло всем тем людям, благодаря которым, благодаря в кавычках, да, у нас в России нет независимых судов. Казалось бы, она в жизни выиграла в лотерею. Отец – ректор Санкт-Петербургского горного университета с почти миллиардными активами. Плюс семья владеет пятой частью огромнейшей корпорации ФосАгро. Почему же тогда от всего отреклась, уехала из страны и бросила вызов власти? Потому что родители обрели миллиарды, но взамен потеряли человечность. И обошлись с родной дочерью так же жестоко и цинично, как и путинисты уже 23 года обходятся со всей страной. На тот момент ее первой дочери Эстер-Марии не было и года. Ольга рожает сына, Мишу. Пока она была в роддоме, за дочкой ухаживали бабушка с дедушкой. Больше того, отец Ольги присутствовал на тех вторых родах. Но когда она вернулась домой, родители отказались ей отдавать Эстер. Мол, родишь еще, а это теперь будет наша дочь. Да, Эстер называет мамой мамой, мою маму мамой, да, как бы свою бабушку мамой, а папу, соответственно, дедушку, соответственно, папой. Ольга говорит, внезапное богатство превратило родителей в настоящих монстров. Несколько раз меня избивали. Меня один раз избил, собственно, отец, когда вошла все-таки в дом. Вот он меня вот так поднес, к стене вот так прижал. Это вот меня, женщину, после двух операций, да, он, значит, вот так подносит меня, вот так держит, подносит меня к стене, сам красный, просто как в такое невменяемое состояние человек пришел. И вот просто жутко на меня вообще кричит. Они нашли такой способ, как бы, ну, фактически избавиться, да, от Ольги, то есть возбудив это дело, что она похищена, они, во-первых, всем показали, кто ей помогает, что они, значит, будут обвинены в том, что они ее похитили. Вот, потом они арестовали под это дело ее имущество, то есть лишили ее текущего хоть какого-то дохода, квартиры, то есть она могла бы их продать или сдавать. Они арестованы, потому что она похищена, потому что якобы кто-то может этим распорядиться. Если они не жалеют родных детей да внуков, не ждите, что они пожалеют и вас. Мне все время приходит в голову слово запредельное, да, потому что это за гранью совершенно нормальных человеческих отношений, даже в той, так сказать, среде, которая там в Петербурге, наверное, сейчас существует. Теперь их семья разделена. Троих детей Ольга Литвиненко сумела спасти за границей, а дочь Эстер с тех пор и не видела. Но такая подлость в истории семьи Литвиненков далеко не единственная. В 90-х Владимир Литвиненко был простым ректором Горного университета Петербурга. Ну вот, судьба приводит к нему молодого аспиранта, который только начинал свой путь в большой политике. Этот выходец из Питерской подворотни решает получить ученую степень. И Литвиненко не просто поможет, но и спишет диссертацию за него. В 2006 году исследователи из Брукингского института в Вашингтоне выяснили, что 16 из 20 страниц основной части диссертации Путина полностью скопированы из книги «Стратегическое планирование и политика» профессоров Питтсбургского университета. Путин быстро взлетел по карьерной лестнице, а Литвиненко стал одним из его ближайших друзей. Настолько, что именно ректору он доверял возглавлять свои питерские предвыборные штабы на всех президентских выборах. Да, я работала в двух предвыборных штабах. Я работала в первом предвыборном штабе, я работала во втором предвыборном штабе. Да, у Путина я работала. И отец возглавлял его, да? Да, отец возглавлял его три раза. С тех пор богатство росло как на дрожжах. Литвиненко привлекают к разработке стратегии по ресурсам России и денежным проектам Роснефти. В конце концов он стал одним из ключевых советников Путина в отрасли. Советовал также и кого наказывать, а кого миловать. Например, замолвил слово за партнера Ходорковского по компании ФосАгро, Гурьева. Ходорковский тогда стал злейшим врагом Путина. И все ожидали, что и Гурьева тоже посадят за решетку. Но нет. Менеджеры, прежде всего Гурьев, договорились. С кем они договорились? Ну, наверное, с основными ключевыми игроками. Но кто-то им сильно должен был помочь это сделать. И вот этим человеком, скорее всего, был Литвиненко старший. За то, что Литвиненко помог порешать вопросы, его наградили долей ФосАгро. Это целая империя удобрений. Весь процесс производства, от добычи до продажи. Причем управление бизнесом осталось в руках семьи Гурьева. А вот Литвиненки просто наслаждались плодами чужого труда. И не побрезговали выводить из компании деньги в самый тяжелый период, после начала российской агрессии. Гурьевы и Литвиненки выплатили сами себе просто астрономические дивиденды. Семья Гурьевых получила 48,4 миллиарда рублей и 790 миллионов долларов. Жена ректора горного университета Владимира Литвиненко, Татьяна Петровна, получила 28 миллиардов рублей, 320 миллионов долларов. Слухи гласят, что Гурьев сейчас пытается пробить спецразрешение на перевод целого миллиарда на Кипр. Классика жанра. Они выводят деньги в офшоры, чтобы избежать налогов и скрыть свои доходы. И дельцы, похоже, не знают слова «достаточно». После выплаты рекордных дивидендов владельцы Фосагра решили, что можно и еще. Гурьевы получат 21,3 миллиарда, а семья ректора горного института Литвиненко – 8,5 миллиардов. А ведь в это время власти по телевизору призывали народ. Пора сплотиться, затянуть пояса и вкладываться в развитие. Лили в уши, что, мол, прошло уже время, когда денежные мешки выводили миллиарды из страны. Но вот для друга Путина Литвиненко правила другие. Он, наоборот, только доит активы. Деньги просто вывели и прикарманили. Ну, им же главное – свою долю получить. Тогда же серьезно поднялась и лично мать Ольги – Татьяна Литвиненко. Скрываясь от санкций, муж переписал на нее почти все акции Фосагра. Сама она скрывается от глаз публики. В сети нету даже фото. Неудивительно, внезапно залетела сразу на второе место в рейтинге богатейших россиянок. У нее 2 миллиарда и 800 миллионов активов. Никогда у меня такого замечательного прям контакта. Вот мама, мамочка там, вот мама придет, пожалеет, мама придет, вот мама это вот все, вот это вот солнце на небе и так далее. Нет, никогда этого не было. Там столько злости какой-то совершенно непонятной ко мне, которые природу, которые я вот, ну, еще раз, да, я как психолог могу ее объяснить. Как дочь мне это объясняет очень больно именно на своем примере. Татьяна Литвиненко живет в роскошной квартире на Васильевском острове в Питере. А у семьи есть еще и усадьба на берегу Финского залива. Площадь участка 1,3 гектара. Основного дома 743 квадратных метра. Стоит такой может до целого миллиарда рублей. Да, у них есть все, но возможно именно из-за этого им и сорвало крышу. Вы говорили, что у вашего папы синдром Ивана Гроза. Да? Это вы что имели? Это я имела в виду самодумство, нет? Вот я хочу, и я могу, и я могу абсолютно все. У меня подвластно добро и зло, мне подвластно мораль. В принципе, морали у меня нет, да, вот, наверное, так. То есть, абсолютно самодумство, абсолютно самодумство. Ничего не напоминает, разве это не похоже на психологический портрет многих властимущих? Потому что успеха те добились скорее случайно за счет кумовства и взяток. Вчерашние пролетарии, дорвавшиеся до кормушки, от денег до власти, потерявшие честь, совесть и банальную человечность, считающие себя богами, но приводящие свои же семьи и всю страну к раху. В нашей постоянной рубрике «Лица режима» сегодня топовый пропагандист, телеведущий и медиа-менеджер Андрей Норкин. За тотальную ложь про войну и оправдание Путина он получает миллионы и владеет роскошной недвижимостью. В ней он будто в норке, в безопасности, у него все хорошо, но надолго ли? Еще один путинский служака, пропагандист кремлевского шоу «Место встречи» Андрей Норкин. В своей программе он оскорбляет украинцев и украинскую власть. Теперь про еще одну поездку, тоже такие вот поездки курильщиков, типа вот Байден, там Трамп, Зеленский ездит сейчас по европейским странам и просит, ну где просит, где требует самолеты. Давайте чуть подробнее. В минувшую субботу президент-террорист Зеленский отправился в турне по странам Европы. Кремлевские методички Норкин давно отрабатывает с особым рвением. Буквально кулаками закрывает рот гость у студии, который в 2018 году потребовал доказательств той самой фразочки «бомбили Донбасс». Обстрел идет по людям, по детям. Я был возле памятника. 200 детей побеги за это время. Там мерзавец, фотографии покажи. Ты фотографии самовара кого-то показываешь. Что? А в прошлом году Норкин отметился особым цинизмом, комментируя ракетный удар России по центру Винницы, во время которого погибли 27 человек. Из них трое – дети. Фото погибшей 4-летней Лизы, которую мама вела на развивающие занятия, тогда облетела весь мир. Но российский пропагандист назвал смерти украинских детей сопутствующим ущербом и призвал российских военных наносить еще больше ударов по Украине. Бить и бить, как вот, например, предлагает Виктор Жизевчий, я, как правило, с ним согласен. То есть наносить удары по центрам принятия решений, в данном случае дом офицеров, в котором сидели ВВСные командиры и что-то там такое обсуждали с иностранцами – это центр принятия решений. Да, при этом есть сопутствующий ущерб. В эфире российского ТВ Норкин нагло врет об Украине и распространяет российские фейки. Я где-то месяц назад смотрел, там, кстати, и качество было лучше, там украинский командир, он подорвал гранаты своих же подчиненных, которые там, ну, в какой-то там землянке сидели, отказывались они выступать, там очень хорошо все слышно было, он гахлый, там такие-то такие, просто гранаты только кидал. Но, конечно, делает это все он совсем не бесплатно. Норкин – топовый путинский пропагандист. Издание «Инсайдер» в 2020 году поставило его на 13-е место в списке самых высокооплачиваемых пропагандистов. Тогда его годовой доход составлял 4 миллиона 300 тысяч рублей. Для сравнения, в этот же период средняя пенсия в России составляла 14 тысяч рублей в месяц. Мне все-таки это все как-то вызывает такое брезгливое немножечко отношение. В отличие от десятков миллионов россиян, которые живут за чертой бедности, Норкин смог купить себе московскую недвижимость. Он владелец трехэтажного особняка в Подмосковье с несколькими спальнями, внутренним двориком. А второй особняк с бассейном построил в оккупированном Крыму. На аннексированном полуострове он частый гость, дает там концерты. Правда, с приближением украинских защитников выступления пропагандиста рискуют окончиться незапланированным фейерверком. Так что если ему повезет отдыхать на крымской даче в момент освобождения Крыма, то пропагандист может скоропостижно попасть на скамью подсудимых за то, что годами подогревал захватнические амбиции россиян фейками об Украине. Ведь его опыт работы на российском телевидении в международном праве называется разжиганием ненависти и призывами к геноциду. За все это Андрей Норкин непременно ответит. Пропагандисты, такие как Норкин из предыдущего сюжета, вам не расскажут и не покажут правду. О том, как мобилизованных силой удерживают на войне и не отпускают в законный отпуск, и как власть кидает мужиков на деньги. Мы подобрали несколько характерных историй. Рядового Федора Грина и добровольца Василия Кудрявцева. Посмотрите, они про всю российскую армию, солдат которой, как и, собственно, этих Грина с Кудрявцевым, домой Путин с Шойгу отпустят, похоже, разве что в пакетах. Сергей Кашигетович, как на фронте дела? Можете нам сказать? В интернете набирают просмотры видео, где министр обороны Российской Федерации Шойгу в ответ на вопрос «Победим?» разводит руками. Победим? Сейчас мы вам объясним, почему российский министр так пессимистично настроен. Дело в том, что его армия разбегается, а те, кто еще остался, не способны воевать. Причины – здоровье, возраст, низкий боевой дух и головотяпство командиров. Не верите? Мой сын, Грин Федор Федорович, подписал контракт 3 сентября 2022 года на 6 месяцев, несмотря на то, что болен. У него ВИЧ-инфекция и гепатит С, а он пошел служить на СВО. Чего Федор Федорович с таким диагнозом пошел служить, непонятно. Но его взяли. Служил водителем-механиком в танковых войсках Западного военного округа. 10 ноября на территории Украины попал в дорожно-транспортное происшествие и получил травму. Закрытый перелом, черепно-мозговая травма и перелом костей носа со смещением носовой перегородки. После чего был направлен на госпитализацию. Причины ДТП мама воина не сообщает. Возможно, украинская мина, а возможно, спиртное. Судя по всему, 300-го солдата таки отвезли в госпиталь. У него был выявлен ВИЧ и гепатит С. После этого был направлен на ВВК для определения степени годности к воинской службе. И вот уже 9 месяцев его препятствуют прохождению ВВК. На него оказывают психологическое воздействие и давление. С такой болезнью ставят категорию В. Это ограниченно годный к службе. Правда, у этого воина будет высокий боевой дух. С такими солдатами Шойгу обязательно победит. Прошу вас помочь моему сыну демобилизоваться. Хотя контракт подписанный им уже закончился. 3 марта 2023 года его не увольняет. А вот другой подчиненный Сергея Кожугетовича. Доброволец из Луганской области. Здравствуйте. Меня зовут Кудрецов Василий Николаевич. 72 года рождения. Нахожусь сейчас в зоне своего доброволец. По семейным обстоятельствам. Хочу уволиться. Так как достиг предельного возраста нахождения на военной службе. Судя по тяжелым вздохам и паузам, Василий Николаевич долго решался на это видео. Пока он тут освобождает украинцев, у него дома, судя по всему, большие проблемы. Дома дочка. 16 лет. Жена не справляется. Василий Николаевич хочет домой. Но кто же его отпустит? А воевать кому? Рапорта писал с 26 мая. Как я понимаю, ни один рапорт не дошел до начальства. 10 августа я сам отвез рапорт. В отдел кадров отдал. Начальник отдела кадров. Так и нет ни ответов ни на рапорта. В общем, налицо нарушение. Этот солдат тоже Шойгу ничем не порадует. Он явно горит желанием поехать домой, а не воевать. А вот целое подразделение бравых российских солдат из города Тверь. Они воюют в Украине с 16 декабря 2022 года. Бравым тверчанам понадобился год, чтобы понять уровень армии, в которой они воюют. Личность составовской части 29297-108 полк под их стрелков. Пополняю свою задачу по закреплению в национальном пути Крещевка Донецкой народной республики. При проведении указанных задач и мероприятий командами полка не организована артерийская подготовка и не по данной артерийской артерии противника, а также не организована контр-батарейная борьба и полное отсутствие радиоэлектронной борьбы против беспилотных радиоутратных противника. Проще говоря, эти люди воюют старым советским оружием по советским методичкам против западной военной техники и обученной мотивированной армии. Нарушение требований боевого устава в ВСФ при потере личного состава от 10 до 35% от общего количества личного состава продавцеления является небоеспособным. Выходя из вышеизложенного численностью, так, 1008 полка на данный момент доставляет 25-30% живой силы от штата Единицы. Это численность полка. Иначе говоря, у каждого из них в пакеты уже легло от 3 до 4 сослуживцев. Но и те, что остались живы, раздражают командование постоянными просьбами платить зарплату. Но начальство знает, как выкрутиться. В связи с колоссальными потерями личного состава полка Нет личного дела, нет зарплаты. А потом, глядишь, убили и уже никого никуда оформлять не нужно. Денежное удовольствие уплачивается не в полном объеме. А в нету случаях и на сущем не уплачивается денежное удовольствие в полном объеме аж до трех месяцев. Конечно, поражает смелость этих людей. Решили записать видео с претензиями к командованию. В России, где начальник всегда прав. Хотя, обратите внимание, тот, кто читает текст в балаклаве. На всякий случай. А то отправят в отряд Шторм-Зет к зэкам. А там спид, гепатит и мясные штурмы, из которых никто не возвращается. Хотя, какой смысл записывать это обращение? Шойгу и так все знает. Посмотрите на его уверенность в победе. Победим? Начав войну против Украины, Путин с подельниками, наверное, даже не думал, насколько плачевно это отразится на экономике РФ. Вот уже и обычно безмолвные фермеры готовы бунтовать. Во-первых, потому что бешено растет цена на солярку. Во-вторых, потому что из-за торговых ограничений тех самых санкций за войну чуть ли не вдвое упали закупочные цены на российское зерно. Стерпят все это или взбунтуются аграрии? Смотрим. Российские фермеры в ярости предупреждают готовиться бунтовать. Рост цен на солярку бешеная. Сейчас она полностью отсутствует. Ситуация очень критическая. Терпение на исходе. Нервы сдают. Люди готовы выходить и перекрывать дороги. Заправить технику для сбора урожая просто не по карману. Дизель, например, взлетел в цене сразу на четверть. И реалии, они звучат несколько ужасно. Еще другой момент. Закупочная цена солярки, которая сейчас мелькает, обычно оптом дешевле брать, да, мы дешевле брали, а сейчас цена мелькает 70+. А вот 70, 75, 77 отписываются, ребята. И даже если у тебя есть деньги, топливо зачастую все равно не купить, потому что его просто нет. Причем не только в аграрных регионах. В трех строчках из четырех стоят прочерки. Здесь нет ни 92, ни 95 бензина. Остался только дизель. Водители частенько сюда заезжают в надежде заправиться, но покружив немного, вынуждены искать другую АЗС. Вдумайтесь, страна-бензоколонка не может заправить даже саму себя. Да управлялись. Следующий вопрос к властям Севастополя. Вы говорили, что у нас не будет дефицита с топливом. Почему на заправках нету дизельного топлива? А что же будет, если не смогут нормально собрать урожай, а потом не смогут еще и засеять на следующий год? Емкий ответ дал глава Министерства сельхоза Дмитрий Патрушев. Не осеемся по-разному, это будет катастрофа. Следуя словам министра Патрушева, я подтверждаю, что да, это в какой-то мере трагедия, катастрофа. Ну что же это такое? Каким это образом Министерство промышленности и Министерство сельского хозяйства узнают через неделю после того, как топливо повысилось, из средств массовой информации два министра у правительства Российской Федерации совершенно отсутствует какая-либо связь между министерствами. Зато власти бойко рапортуют. Нефтяные гиганты получают сверхприбыли. А зачем им продавать топливо внутри страны, если можно толкнуть его за границу и подороже? Вот и причина дефицита. Говорят, у нас проблемы уже с наличием. Мы сейчас остановим и уборочную, и не осеемся. Но в правительстве нашли решение. Оказывается, нужно просто дать нефтеолигархам зарабатывать еще больше. Современно экспорт нефтепродуктов закрыт, как-то нестабилизируем. Ситуация. Действительно, правительство обсуждает запрет на экспорт топлива. Но только он не будет касаться топов. Роснефти Сечина, Лукоила Олег Первого, Газпрома Миллера и прочих дружков Путина. Кстати, не будет ограничений и для сургутнефтегаза, чей реальный собственник засекречен, но в России давно предполагают, что это лично сам Путин. То есть так просто убирают конкурентов кошельков режима. И те смогут еще больше задирать цены. Зная о том, что идет уборочная, и что крестьяне вынуждены все равно его купить. На этом наваривают сразу 30, 40, 50 рублей на одном литре. Ну, представьте себе, если они сейчас повысились в то время, когда идет уборочная страда, соответственно, то, что сейчас уберут с полей, оно все вернется потом в три дорого в магазинах. И вы же это самое будете покупать в магазинах. А благодаря тому, что только сейчас кто-то наживается на топливе, на ценах дизельного топлива и так далее. Кто-то специально подрывает экономические интересы страны. Это дело должно быть расследовано. А придворные эксперты уже морально готовят россиян. Надо еще и опять вернуть господдержку нефтяников. И вот тогда-то якобы им снова будет выгодно на внутренний рынок поставлять топливо. Как все же цинично. После этого Минэнерго отчиталось, что оно, цитата, «рекомендовало нефтяникам принять меры по сдерживанию мелкооптовых цен на дизельное топливо в аграрных регионах страны». Ну, посмотрим, вы заметили слова Минэнерго действия. К тому же, теперь посредники покупают пшеницу у фермеров по 7-9 рублей за килограмм. Хотя раньше давали от 10 до 13 рублей. 9 рублей. Что это за цена? Это цена, которая фактически не обеспечивает воспроизводство этого же зерна. Многие, сто процентов, я вам говорю, перестанут сеять культуры, которые не приносят какой-то хороший доход. А почему? Ну, потому что невыгодно, потому что нет смысла в этом процессе. Неудивительно, ведь из-за войны продать урожай за границу теперь куда сложнее. А в самой России так много просто не надо. Сейчас зерно стало вопросом политики, вопросом такого уровня, который решается на уровне всего государства. И это мало связано с сельхозтоваропроизводителями, которые реально от этого сейчас страдают. Есть цифры, которые вот, они неубиваемые, вы никуда от них не денетесь. Россия производит больше 100 миллионов тонн зерна, из которых для собственного потребления нужно всего лишь 55. Поэтому половина, грубо говоря, всех производящих зерно фермеров, получается, работают на экспорт. И пока будет продолжаться преступная война и не менее преступное властвование кремлевской клики, нормального экспорта не будет. Россия уже теряет статус когда-то мощнейшего производителя сельскохозяйственной продукции. А дальше будет только хуже. Последствия ощутит каждый буквально в своем холодильнике. Это была программа «Ваши деньги». Показываем правду про то, как преступный режим Путина делает всех россиян беднее. Спасибо, что смотрите нас. Встречаемся, как всегда, в эфире во вторник и в пятницу в 16.30 на телеканале «Фридом». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова